Вспомним еще некоторые словечки «спрей» и «при». Прошу вас разделить строчек шесть пополам в вашей тетрадке словосочетания и просто слова «спрей» и «при». Ваша задача – постараться записать их в тот или в другой столбик. Понятная речь? Если вам попалось два слова в словосочетании, скажем «спрей», Куда мы запишем? Сюда. Конечно, сюда. Если попалось два слова в «при», значит, конечно, сюда. А если попалось так и так, что делать? Значит, разделить словосочетания и записать в разные столбики. Понятно, что в речь? Прекрасно. Сейчас будет понятно. Первое словосочетание. Слушаем. А если будет, то, например, начинаться с «при», а заканчиваться на «пуле». Не будет. Не будет. Первое словосочетание – преследовать преступника. Пишем. Преследовать преступника. Пререкаться по пустякам. Следующее. Длинное словосочетание. Приворотное зелье из пресмыкающегося. Приворотное зелье из пресмыкающегося. Приворотное зелье из пресмыкающегося. Приворотное зелье из пресмыкающегося. Превосходный приятель. Приворотное пресмыка. Приворотное пресмыка. Непрерывные препятствия. Нужное число. Непрерывные препятствия. Следующее. Будьте внимательны. Три слова. Три слова. Воспринимать без прикрас. Воспринимать без прикрас. Без чего? Без прикрас. Думаем. Тут все зависит от значения. Помните? Помните? Неприходящие ценности. Неприходящие ценности. Ценности. Не забывайте, пожалуйста. Неприходящие ценности. Прибывающий поезд. Прибывающий поезд. Беспрерывные преувеличения. Беспрерывные преувеличения. Прибывающий в неведении. Прибывающий в неведении. Это три слова. Пробуем написать. Прибывающий в неведении. А что надо? Прибывающие? В каком смысле? Подумаем. Если он в чем-то пребывает. Преклонить колени. Преклонить колени. И последнее. Неприступная крепость. Неприступная крепость. Мне не встретилось ни единой работы без ошибок. С одной стороны, это не страшно. Я на это рассчитываю. Не для того, чтобы вас уязвить. Правда? Не для того, чтобы показать, что ничего не справится. На самом деле, все вы знаете. Но надо немножечко эти знания активизировать. Правда? Надо подумать, что может значить это слово. В эти некоторые словосочетания придется мне написать в постепь. Бес. Что у нас с вами? Бескрывные не увеличить. Почему без прибыли? Во-первых, почему С? Потому что приставка. И что дальше? Потому что приставка была вам сказана? Приставка С или В? Бывает приставка без. Взял 9. В этом. Какая следующая? Потому что это оглушение. Глухая, конечно. Оглушение произошло. Помните? По этому пишем без. Прерывные. Это как у нас? Они без чего? Прерывы. Бес перерыва, конечно. Значит, можно заменить на что? На перей, значит, свяло пиши «пред». На «пред». Значит, отлично написали с вами. Бес. Пре. Увеличение. Почему не пре? Очень увеличи. Что-то? Очень, с additional. Что-то очень увеличило. Очень. Непреступная крепость Это крепость, которую нельзя взять приступом Значит смело пишем Непреступная крепость А вот преследовать преступника Мы с вами древом колонку записали Почему? А потому что он переступил закон Потому что он переступил закон Переступил или нет Преступник, он переступил установления какие-то Законы какие-то Правда? Правда? Да Я преследую, то есть еду Как бы было следовало Конечно Да Преследую Прекрасно Прекрасно или прекрасно? Прекрасно Прекрасно, конечно Но вот рассказать что-то Без Прекрасно Что бы это значило? Почему без прекрасного? Я что-то рассказывал Без прекрасного Без прекрасного Без прекрасного Без преукрашений Без преукрашений, без преувеличений, без того, что может украсить мой распазок. Значит, здесь при, я почему пишу? Приукрасить. 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 Здесь для зуба, приукрасить, не согласен. Это не совсем, не совсем украсить, а немножко приукрасить, правда? Чуть-чуть. Приукрасить. Приставочка при. Зачем? Дальше. Еще сложности. Отлично. Приворотная зелья. Ну, с приворотом, так сказать, ни у кого проблем не было. Оно действительно приворотное. От какого слова? Вороты. Вороты. Вороты, это правда. Ну что, приворотное зелье как-то с воротом связано? Нет, и у ворот. Что бы приворотное зелье? Хорошо, я вспомню. И что дальше? Зачем? Я его скрепил? Чтобы поменять, отделу себе. Ну вот поменяться не стоит. Вот поменяться нет, тогда бы оно скорее было оборотное или переворотное. А вот приворотное. Значит, я хочу повода к себе приворожить. Приворотное. 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 Значит, привожить к себе привлечь зелье. Приворотное. Дальше трудное слово. Из пресмыкающимися. Пресмыкающиеся. Это что? Для начала просто слова. Что это пресмыкающиеся? Это арбузы, очень рядом с землей. Арбузы нет, арбузы не бывают пресмыкающимися. Совершенно. Кто ползает? Арбузы ползают. Тот, кто ползает по земле совершенно резко, пресмыкается очень тесно в земле, согласно. При этом, заметьте, как с ними, допустим, ползают. Все видали? Да. Да. На духе, на животе. Значит, они как бы пересмыкаются. Мы пишем пре. Пре. Пре — слыкающиеся. Пописали. Исправили. Ну кого не так? Еще с чем сложности были? Нечем. Вообще ни с чем. Эм… Воспринимать. Ага. Воспринимать. Давайте напишем. Воспринимать. Воспринимать. ВОСПРИНИМАТЬ Раз приставочка ВОС Раз Дальше приставка ПРИНИМАТЬ Почему я пишу ПРИНИМАТЬ Потому что ПРИНЯТЬ ПРИЯТЬ Я ВОСПРИНИМАТЬ 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 哈哈哈 ВОСПРИНИМАТЬ ОВСПРИНИМАТЬ КОНССЦИИ БОСПРИНИМАТЬ И ДЕСЬ ДРЕВНЕЙ ПОЛЕДНИМ КОЙ СЕМНЯ ВОСППРИНИМАТЬ ВОСПРИНИМАТЬ Набишите у кого не даву Я какие только написали, я сейчас не видел. Самые страшные. Вот. Дальше. Воспринимать написали без преувеличений, без раз. Я надеюсь, что с этим сложным словечком вы тоже справились. Все познали, что это не без раз. Да? А что? Предлог. Беспрекрасный. Да. Еще с чем сложным словом? Трудная словечка. Пререкаться. Пререкаться. Давайте подумаем, что это значит вообще. Пререкаться, то есть и как? Ну, говорить. Я с тобой начал релекаться. Специально неприятно. Говорить, так, невнятно, не ответить. Специально неприятно. Специально неприятно. Пререкаться. Какие-то говорить. Пререкаться. Согласен. Уголок. Итак. Пререкаться. Это говорить как бы напротив. Итак. Приставку «пререк» напишем следить. Корень «рек» тоже очень старый. Давайте к нему подбирать однокоренные. Если «рек» связан как-то с речью. Давайте однокоренные скажем. Пререкаться. Срекаться. Речь просто. Еще. Срекаться. Срекаться. Нет такого слова «увы». Изрекаться. Изрекаться. Изречевой. Речевой. Река. 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 Река связана с речью. Перерекаться. Понятно? Перерекаться. Да. Мы говорим как бы напротив. Да. Еще. Рек. Рекомендовать. 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 Очень длинно. Случайно совпал Латинская. Первый. Да? Но тем не менее. Рекомендовать. Отворим три минуты. Да? Оно нужно покороче. Еще проще. 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 Как мы называем человека, который что-то изрекает, что будет в будущем когда-то? Что суждено в будущем? Пророк. 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 Отлично. Значит, еще одно чередование мы нашли. Пророк. Пророк, заметьте, что-нибудь не просто говорит, а проецает. И говорит он, конечно, это речью. Он изрекает. Смотрите, сколько чередований мы сейчас нашли. Речь. Рек. Рок. Риц. Это все один кое. Рек. 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 Рек.